здравствуйте друзья у нас стол уставлен явствами и эти явства здесь возникли не сами по себе а есть человек который их принес ну представляйтесь руслан фамилия бабаев фамилия такая как бы азербайджанская международная международная бабаевская фабрика была мазар русские принимают меня за русскую фамилию теперь вы но вы такие действительно жили в азербайджане а нет у меня бабуля из азербайджана так она из горских евреев добыча ты на так хорошо я когда жил в сср то мне пара татов доказывали что таты вообще не евреи никакие вот а другие говорили что это они прикидываются не они евреи есть целое село и я даже не гадан и нежданно встретил в израиле родственников к двоюродную сестру бабушки которую она потеряла когда я была 9 лет хорошо значит так вы значит типа по бабушкиной линии из татов это дагестанские евреи да хорошо а сами то вы откуда с туркменистана боже а как же вы туда через каспийское море то у меня дедушка по матери царство небесное он работал на пароме встретил бабушку в баку привез ее в красноводск у нас красноводск дорогу море каспийское перевез ее в красноводск и потихоньку переехали потом туда уже так дедушка был каких убеждений он вообще дедушка туркмен из старых туркменов которые одни из основателя османской империи оттуда все пошли не турки турки так откуда турки пошли от туркменов хорошо турецкая племя был тюркская племя хорошо значит хорошо что нас много турков не смотрят а то неизвестно чего не скажут не турки меня сами это рассказать они не отрекаются от корней они наоборот хорошо значит так бабушка а мама так мама у меня мама и позиции линия материнской это материнская хорошо отцовская линия отцовская линия у меня бабушка татарка царство небесное и дедушка туркмен тоже то есть вы как бы на половину мужской туркин я 50 процентов туркмен и по 25 татар с евреем интересное сочетание и еще немножко азербайджанцы так как у меня бабушка смешанная с азербайджанцами то окей ну то есть вы такой как бы советские можно сказать такой микс за теперь так вы жили еще раз так родился в туркменистане так прошел армию уехал советскую или какой туркменская но вот события 10 сентября там сколько мне 34 исполнилось 34 тысу советской армии не могли служить нет но наши туркменская а то есть вот это вот у нас и дню рождения вот этот закусон поздравляю все ребята кто хочет поздравить лайк ставьте под видео сделать заком палец чтобы они знали вот вот ставьте лайк теперь значит подождите в армии в туркменской служили на потом куда вас занесло а потом ты что этим году переехал в турцию а вот объяснили такую вещь у турция говорит а приезжать кто хочет от работы или как как это происходит в турцию ни одной стране нету виза как бы не нужна виза в турции такой безвизовый режим хорошо но разрешение на работу как неофициально но там есть такая фишка можно официально работать а можно взять на полгода сделать себе гостевую такую визу как бы временную временное вид на жительство сделать себе на полгода на 7 месяцев с правом на работу иногда с правом на работу иногда нет это зависит от того какой у вас какая у вас специальность итак сколько вы прожили в турции в общей сложности лет 7 и вы работали в гостиничном бизнесе я работал есть такие такие известные компании особенно русскоговорящие нас смотрят известные компании тестур смотри первый путешествие первым тестур компания пегас тортесу я в этих компаниях это они российские или они российско-турецкие и они собственно не цеплялись там к разрешению на работу первый год нет второй год а так как иммиграционная служба перекрыла канал и сказала у вас слишком много нелегалов работает поэтому мы перекрываем канал и возраст большой дефицит на русскоговорящих так как особенно из наших стран ребята они и турецкие русские они понимают очень хорошо и такие кадры очень необходимы поэтому они нашли такую лазейку они придумали как бы типа гостевая но типа на интернатуру приезжаешь это позволяет тебе работать все понял и вот по такой базе нашей джейван американской хорошо и так жили вы в турции никого не трогали трогал только русскоговорящих с кем работал да так дальше но в турции вы только 7 лет прожили до 7 сезонов точнее так сезон там с марта по ноябрь по декабрь хорошо дальше что произошло потом я в турции очень резко упал бизнес потому что все на чем мы делали деньги на комиссионных золота с продажа золота кожи ковров или часов ювелирных изделий так как тут этим очень славится возникали проблемы с доставкой человек покупает и уезжает в россии возникали проблемы с доставкой поэтому они стали строить филиалы в россии и из-за этого упал бизнес турции потому что теперь же никто в турции не едет покупать ничего просто поваляться на пляже страдают все поэтому очень сильно начал страдать заработок упал точнее очень сильный заработок я приехал в туркменистан обратно вернулся устроился в чайна national petrol corporation это и китайская нефтяная компания у нас огромные залежи нефти и газа в туркменистане они длинули провод и я там работал quality assurance помогал менеджеру анализировать данные и все эти данные из полей которые приходят на каком слое у нас нефть на каком слое у нас газ начало газ потом нефть я работал quality assurance это год зарплату получал в долларах пошел на базар менять доллары на улице и поссорился с одним человеком потому что мне не хотел их менять по выгодной мне валюте ссорили спорили 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 он сказал что евреи что ли так споришь я говорю да я еврей и что он говорит тогда иммигрирую в израиль и подсказал мне как и буквально через два месяца после того как я с ним поссорил подружились потом я иммигрировал не знаю получил граждан то есть вы сказали в израиле вот меня обзывают евреем нет мне нужно удачу я сказал я вот к историческим корням от закона 1949 года закон да по линии бабушки из дагестана да но они не цеплялись к вам по этой части в израиле наоборот по материнской линии даже когда документы получал у меня были не оригиналы документы реквайл были оригиналы для получения гражданства нужно оригинал документы бабушка была по материнской линии да и они сказали по материнской линии давай нам не нужны твой оригинал и меня даже из конца очереди выцепили отдельно провели все далее там матриархат вообще жестокий хартос вы такой галахический еврей да хорошо значит сколько жили в израиле 55 с копейками так лет с копейками в америку как попали я в 2010 году так случайно заполнил грин карту от туркмении да да заполнил грин карту и это был посреднический веб-сайт это не был девелатры да стоит это так сказать и там сказали так платишь 24 доллара 36 долларов мы заполняем тебе один год вместо тебя платишь 48 заполняем тебе два года и третий год в подарок заполняем хорошо я это все заполнил купил у них за свои 8 долларов два года третий год в подарок и забыл а потом вы выиграли и говорят деньги давай нет нет не было я уехал в 2020 году в новой зеландию пожил там полгода вернулся с новой зеландии мне звонят выиграли грин карту как раз три года спустя оказалось что это третий год в подарок который мне дали он и был выигрышным то есть вы практически за задарма там за три копейки может быть за вас заполнял 48 долларов так минуточку выиграли уже не поехали больше в новую зеландию нет но потом я уже начал заниматься процессом грин карты я пока работа за 2003 по 2008 я работал в турции я же говорил что я работал сезон до декабря обычно приезжал в туркменистан и работа волонтеров в американском уголке american corner он в каждом городе в любой стране есть в которой есть american embassy это межправительное соглашение я там волонтерил это basically это просто библиотека где с интернет и ты можешь получить общие данные общую информацию о сша и вот там работал я актив корп волонтер работал наряду с американцами из америки то есть у вас там знакомые появились американцы да да с американцами из америки они были пискорп волонтеров от юнисефа да у них у каждого был двухгодичный контракт там я познакомился с американцами мы быстро сгружились и все и вот когда я выиграл green card уже 6 7 лет спустя вот дурно я написал одному что я выиграл green card они так обрадовались и один из них сказал слушай приезжай ко мне в лос-анджелес я горсть все равно пенсионер мне заниматься нечем я буду для тебя сам что ни на есть отличным гидом на первое время буду тебя везде возить знакомиться страной и он мне помог очень сильно тоже с документами подписал за меня ай-134 афидавидов саппорт то есть попечительскую формула без этого не пускали просили либо деньги на первое время чтобы были либо профессия какая-то что была такая чтобы сразу нашел работу но вы сразу ведь нашли работу да или как а да и через 2 недели нашел работу я я приехал 21 сентября сюда в америка 2013 года и через 2 недели уже нашел работу в отеле хилтон универсал сити как вы к нам ты попали вот сюда в портно в компьютерскую как бы как только я приехал с новой изландии в мае 2012 я узнал что есть такая вот что я выиграл green card я начал готовиться к переезду потому что green card я делал год процесс я начал готовиться к переезду и начал копать много информации куда мне пойти мне все время интересовали компьютеры я просто не знал с чего начать и увидел ваше видео с парнишкой для меня его имя не помню уже это было одно из ваших первых интервью видео и вот вы там говорили о школе я начал потом узнавать вас линки были под видео заложены я начал читать смотреть интересно все я смотрю в израиле тоже тестеры очень набирали оборот там многие начали посетить и курсы я просто не до конца понимаешь такой тестер и начал смотреть ваши видео курсы и решил по приезду приехать сюда так как у вас это смотрю очень много successful stories было это был очень shortcut такой особенно для новых иммигрантов которые приехали и вот начать к себе это приложили да но вы не приехали к нам сразу вы поехали в лос-анджелес да так как я но этот готовился по финансам собирал денежку пока вот так немножко под застрял в новой зеландии это заработали чуть не новой зеландии я учился я посещал школу там был english for business purposes ну хорошо просто давайте мы так сделаем я на самом деле не имел ввиду так подробно вас расспрашивать потому что я думаю мы с вами еще много сюжета сделаем отдельно поговорим о новой зеландии о турции об израиле лос-анджелесе вот вы такой человек можно сказать гражданин мира больше восточного но тем не менее поэтому давайте мы вас поздравим с днем рождения сейчас народ придет значит отведать вкуснятинки это такой я вспоминаю советское время был такой торт он был дешевый он стоил по моему что-то рубль там двадцать или рубль тридцать а допустим шоколадный торт мог стоить три рубля у торт прага строил 100 308 дарю рубля 8 копеек а фруктовый был дешевенький рубль тридцать рубль сорок он был очень вкусный и там были ягоды сверху я вот всегда любил фруктовый торт не дешево то что сверху ягоды были из компота фрукты из компота груши там ну да они были такие консервированные несвежие так что давайте мы пока вот предварительно так попрощаемся скажем пока всем пока